И вот уже в 20 веке начинается строительство новой Вавилонской башни. Эгоизм потребовал нового наполнения. И мир снова, уже в который раз, ошибся. Он снова поверил в то, что можно наполнить эгоизм и стать наконец-то счастливыми. Мы были просто уверены в этом. Какие радужные надежды были у нас. Началось покорение космоса. Я помню эту радость, когда русские послали первого космонавта. Американцы вступили на Луну. Мы спорили, есть ли жизнь на Марсе. Мы хотели путешествовать во Вселенной. И казалось, что это уже реальность. Мы были просто уверены, что наука поможет нам побеждать болезни. Мы были уверены, что машины заменят труд человека. Человек будет больше читать, думать, отдыхать. Будет короче рабочая неделя. Больше времени мы будем уделять семье. Мы ждали от научно-технического прогресса исправления нашей жизни. И чего мы добились. Человек не стал работать меньше, а гораздо больше. Он стал рабом работы, больших предприятий, своего бизнеса. Рабом денег, власти, славы, научных степеней. Болезни не стало меньше, а гораздо больше. Экология планеты изменилась так радикально, что постепенно съедает нас всех. У человека не стало времени для семьи. И семья начала распадаться. Если вы спросите, был ли первобытный человек счастливее нас, я отвечу, был. Вокруг нас закон равновесия, гармонии. Мир единой, взаимосвязанной природы. Разве можно жить, не соответствуя этому закону? Нельзя. И чем раньше мы это поймем, тем меньше будем страдать. Нас будут корректировать сильнее и сильнее, пока не услышим и не согласимся стать счастливыми. Жить по высшему закону равенства, братства, единства, любви. Вы можете сказать, но ведь были уже такие попытки в 20 веке. Прийти к равенству, братству. Никакую революцию невозможно было бы совершить без этой идеи. Без этого стремления к высшему идеалу. Кем были эти первые коммунисты? Идеалистами, романтиками. И они сделали много ошибок. Россия только-только вышла из федерализма. Кто там думал о растущем эгоизме? Хотели поделить имущество поровну и все? Забрать у богатых и отдать бедным? Чтобы было по справедливости? Но ведь эгоизм справедливости не понимает. И вот уже насильно хотят переделать людей. Строительство коммунизма в России, в Китае, Корее, Южной Америки, кибуцы в Израиле. Все это попытка создания справедливого общества, не увенчавшееся успехом. Ничего нельзя построить на базе эгоизма. Это все равно, что строить на болоте. Затянет и уничтожит. Так была разрушена еще одна иллюзия. Построение счастливого общества своими руками. Почему? Да потому что цель была неверна. Чтобы не было богатых, это не цель. Мир хижинам, война дворцам. Это не цель. Даже равные возможности всем. Это не цель. Цель это исправить эгоизм. Для того, чтобы жить по закону любви и отдачи. Вот что такое цель. Слиться с законом природы, который окружает нас. Вот настоящая цель. Человечество не пошло по этому пути. И оказалось в тупике. Тупик. Наконец-то можно остановиться и задуматься. Много вопросов рождается. Почему он наступил, этот тупик? Как выйти из него? Ну и самый главный вопрос. Как жить? Надо дойти до тупика. Надо. И понять, что к этому тупику меня привело мое эго. И были люди, которые говорили об этом. Кричали, просили человечества внимательно посмотреть на себя и остановиться, пока не поздно. Но их не слышали. И вот сейчас все слово в слово повторяется. Тупик, кризис которого не видел мир, а за ним грозащее нам массовое уничтожение человечества. Не услышали раньше. Надо. Просто необходимо, чтобы услышали сейчас. Мы уже на краю бездны. Но есть еще шанс. Последний шанс победить эгоизм. Эгоизм нельзя подавить. Потому что эгоизм наша природа. Эгоизм нельзя убедить. Он не поддается ни убеждениям, ни назиданиям. Эгоизм нельзя купить. Он не насытится никогда. Эгоизм можно только исправить. Можно это сделать. Можно. И природа нам сама подсказывает, как. Посмотрите на эту спокойную и радостную картину. Мать и ребенок. Чем больше наслаждается ребенок, тем больше наслаждается и она. Если бы весь мир мог так жить. Чтобы я был счастлив от того, что счастлив другой человек. Чтобы нас связывала взаимная любовь. Вы спрашиваете, неужели такое возможно? Я отвечаю, мы без этого не выживем. Весь век нам говорили. Поймите, вы неразрывно связаны друг с другом. Поймите, если кому-то плохо, человеку, стране, народу, вы не можете быть равнодушны. Вы не можете радоваться этому. Потому что вы одно целое. Один организм, подчиненный одному закону. Закону единого организма. И если мы нарушаем этот закон, нас бьют. А мы его нарушаем постоянно. Потому что желаем жить по закону разрушения. Закону эгоизма. Но такого закона в природе нет. Понимаете? В природе действует абсолютно другой закон. И чтобы понять это, нам достаточно посмотреть на самих себя. Более 7 миллиардов клеток внутри нас живут друг для друга. Каждая клетка в отдельности эгоистична. Но каждая понимает, чтобы жить, надо объединиться. Каждый орган нашего тела служит не самому себе, а всему телу. Таков принцип работы здорового организма. Таков принцип жизни. Подчинение закону единого организма. Закону абсолютной отдачи, любви, неразрывной связи друг с другом. Каждый из нас одна семимиллиардная частичка огромного единого организма, называемого наш мир. Нам надо всю рекламу, все средства информации, все воспитание. Воспитание. Это необычайно важно. Все это направить на то, чтобы хотя бы зародилась в человеке мысль, что он частичка единого организма. И что окружает его высший закон любви. Если мысль человека сосредоточится только на том, как научиться любить, вот тогда все и перевернется. В одно мгновение. Потому что этим своим желанием любить мы как бы притянем к себе этот высший закон любви, окутывающий нас, как мать ребенка. И он нам поможет. И мы вдруг обнаружим вокруг себя добрый, дружелюбный и приветливый мир. Вдруг обнаружится, что действие любви не требует энергии. Оно само производит ее. И мы наконец-то поймем, что такое любовь. Что это готовность заботиться о благе ближнего и обслуживать его, а не себя. Вот что такое любовь. нам надо успеть стать любимыми, любящими и счастливыми еще при этой жизни. Мы просто обязаны это сделать. Какой замечательный век мы прожили и какой великий век стоит на пороге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...